И это принесло не было убыткового государства. Я не совсем понимаю, как идет речь. Действительно ли это имело место такой факт? И как будет, в смысле, если ты бежишь? Вы пытаетесь избежать этого обучить? Да, у нас в этом году не явилось где-то в общей сложности 15% тех, кто зарегистрировался. Ну а убытки действительно есть. Ведь для каждого того, кто зарегистрировался, были напечатаны текстовые тетради. Для каждого из них были приглашены на проведение тестирования люди. И люди пришли. А если они пришли на работу, им надо заплатить за рабочий день. Независимо от того, были ли они, были ли у них абитуриенты или абитуриентов не было. Мы должны заплатить аренду за те помещения, которые мы нанимали. И заплатить деньги за перевозку тестов из Киева. Днепропетровск или еще дальше. Завтра, ну, это все очень кримичные расходы. У нас одно тестирование где-то в этом году с обестоимостью 65 гривен. Вот и посчитайте, если, скажем, где-то 15% абитуриентов не явилось, так во что это обошлось? Я думаю, что это обошлось где-то около 10 миллионов гривен. Как это выясняется? Очень просто. Люди должны отвечать за свои действия. И, скажем, сегодня контролирующие финансовые органы ставят вопрос о том, что вот эти убытки надо возмещать. Возмещать за счет тех, кто зарегистрировался и не пришел. Вот у нас недавно закончилась специально организованная сессия. Для тех, кто по уважительной причине не смог взять участие в основной сессии. Так вот представьте себе, что даже на этой сессии, когда там были очень... Было тяжело зарегистрироваться, надо было справки приносить. Так и то на эту сессию не пришло 220 человек на украинский язык и литературу. Хотя их допустили, они зарегистрировались, но они все равно не пришли. Таким образом, они два раза нанесли убыток государству. Когда они пришли на первый, на основную сессию на украинский язык, и когда они пришли второй.